Его можно было ожидать, учитывая то, как играл ЦСКА и год назад, в том числе в серии с тем же «Локомотивом». Кто-то уже отправляется, поэтому давайте слово и передадим. Виталий Абрамов вместе с нами подводит итоги после двух периодов матча «Локомотив» ЦСКА Виталий 4-0. Отличный задел в пользу вашей команды. За счет чего удалось его обеспечить? Ну, честно сказать, хороший, быстрый хоккей, новый хитов, поэтому играем в свою систему, удалось забить шайбу. Нам только продолжать так же. «Локомотив» уже второй период начинает с того, что закрепляется в вашей зоне, много времени там проводит, а затем вы забиваете две шайбы. Что в первом периоде было, что во втором. За счет чего удается переломить ход отдельно взятых игровых отрезков? Не знаю, так, наверное, со стороны больше кажется, но особо как-то. Я вот не заметил, например, на поле находясь. Просто где-то они переходят в атаку, мы оброняемся, правильно играем по местам дальше. Мы переходим, поэтому все, что сказать, хороший хоккей. Впереди третий период, и «Локомотив» не та команда, которая будет опускать руки и будут точно так же напирать. Я думаю, чем ответите? Да, разумеется, хорошая команда, поэтому я уже сказал. Продолжать работать, играть, как мы договорились. Будет ли такое, что в третьем будете исключительно обороняться в своей зоне? Больше времени проводите. Будем играть в хоккей? Повторюсь, такой же ответ. Спасибо вам, хорошие игры. Виталий Абрамов отвечал на наши вопросы. В принципе, вот и установка на этот период, в ССКА будут играть в хоккей. Но это единственное правильное решение, потому что вот ситуация, когда команда начинает уходить в оборону. Ну, хорошего никогда не приводит, поэтому лучшая оборона – это попадение. Действительно, вспомним моменты периода под номером 2. Начало было явно за локомотивом. Там два удаления подряд, причем довольно важных, в том числе и для меньшинства защитников ССКА. Ярославцы могли забивать, были некоторые шансы на пятаке. Вот это редкая ситуация возле ворот Исаева, когда мог забивать Светлаков. Но и после нее, в том числе, ярославцы владели преимуществом. Здорово действовала спецбригада Георгия Иванова. Были некоторые попадания и в каркас ворот, в том числе. Были броски с чистого льда. Очень-очень близко. Но на отметке 31 минуты 58 секунд, к моменту, когда ССКА уже вроде бы начал играть 5 на 5, инициативу забрал, забил Никита Нестер. Да, ну очень неоднозначно это, конечно, смотрелось, игра в втором периоде. Но вот видишь, игроки ССКА свои моменты используют. Вот и все. Мы это видим по счету. Нельзя сказать, что игроки локомотива играют плохо. Они также создают моменты, пытаются, но реализация хромает, конечно. И это очень похоже на серию прошлого сезона. Но спустя почти 6 минут после гола Нестерова забил еще и нападающий Виталий Абрамов. Первый гол у ЦСКА сегодня без участия нападающего Михаила Григоренко. Как следствие, уже 4-0 в пользу команды из столицы по истечении 40 минут игры. Давайте отдохнем и затем вернемся на третий период Ярослава. Выезд на лед разрешаю. Мужики, дайте мне активное начало. Хорошая первая смена. Дорожим с шайкой. Пошли, поработали. Здравствуйте, друзья. Я Владимир Гучик. И вместе со мной мой постоянный соведущий Владимир Гучик. Спасибо, Владимир. Время хоккея на каналах КХЛ. Свет на вопрос, милый парень. Дорогие друзья, продолжаем следить за всем тем, что происходит в Кубке Гагарина. Итак, локомотив ЦСКА 0-4. Артем Батрак, Александр Фомичев в этой студии. Два гола от ЦСКА в первом периоде, два во втором. Вроде ровно, но забивает ЦСКА. То есть вот все, как было в прошлом сезоне и в позапрошлом. Да, вот как будто все вернулось обратно. Локомотивы были отличные шансы. Было большинство. Одно, второе. И там, в принципе, были моменты, которые нужно было реализовывать. Однако это сделать не получилось. Зато армейцы сегодня все в порядке с реализацией. И обратите внимание, что лидеры, именно лидеры команды забрасывают эти шайбы. Да, так и есть. Ну, в общем, об этом матче поговорим еще чуть позднее. А пока в Москву взглянем, да, что там происходит в игре «Спартака» и «Северстали». Раз веселый первый период. Второй получился не менее веселым. Ну, может быть, не в плане заброшенных шайб. Ну, во всяком случае, в плане моментов эта игра идет дольше других. То есть, одновременно начали. Но вот тут пока только закончили второй период. Хотя многие другие уже его доиграли как минут 5, 6, 7, может быть, 8 назад. И так, к моментам. У Коростелева тьма моментов такой впечатлений. Но вот это минимум третий, который только в нарезку нашу попадает. Да, и было много большинства у череповецких ребят во второй 20 минутке. Однако вот это большинство реализовать не получилось. Еще вот такие потери были. Так это классика от «Северстали» вообще. Да, вот здесь вот эта скидка назад, несвоевременная. И спартакские ребят знают, что вот эта скидка может последовать. И поэтому там Александр Пашин как раз и подкарауливал вот эту ошибку игроков соперника. Да, ты знаешь, что говорил только про торпедо. Да, соответственно, Михаил Мальцев, когда только приехал и играл первый матч, что вот он увидел, что там назад играют. И он понял, что это можно как бы читать и так далее. Вот «Спартак», мне кажется, «Северстали» делает то же самое сейчас. Ну, временами. Да, вот здесь интересный момент. Здесь уже Коростелев поучаствовал, как ты говоришь, он сегодня все время. Либо бросает, либо лезет на ворота соперника. Ну, такая ситуация, что там шайба была за спиной Николаева. Сейчас другого повтора мы с вами увидим. И потом там... Да, я хочу отметить, в этой сложнейшей ситуации он сумел эту шайбу зафиксировать. Несмотря на то, что там оказывал давление на него игрок «Северстали», это «Обросимов». Но в итоге там и «Обросимов» тоже туго пришлось. Там в него, конечно, очень здорово воткнулся игрок «Спартака» в итоге. Я хочу сказать, что тут вот Морозов вот за вот это... Вот вы видели, что он сделал? Это сейчас он получил две минуты за грубость. Просто посмотрите, как он бьет в шею. В шею «Обросим» вот сейчас. Раз. Это вот... Не знаю, как по мне, это вот потом... Вот. Это просто смотреть и выгонять его на один матч минимум или штраф. Согласен. Полностью с тобой согласен. В шею? Ну куда? Ну это... Может, не специально, но попал в шею. Не хотел, наверное, в шею, но попал в итоге действительно в шею. Да. Да, вот этот момент вообще начался с броска от синей линии. Адам Лишко там играл на пятачке. Чуть было не забил. Не забил. 3-1 «Спартак» ведет перед стартом третьего периода. Но по итогам второго Адам Лишко пришел к Наталье Кларк. Кадам, ну вы же не первый год в фьюрстале. Хорошо знаете, что такое первый раунд плей-офф. Болельщикам уже надо волноваться или как? Да, волноваться не надо. Думаю, что надо играть каждую смену на 100%. Подавать все для играть на команду друг за друга. И нам все получится. А что нужно менять конкретно в действиях? Я думаю, что у нас было неплохо и начало. Потом немножко инициатива была у соперника. Но в целом игра ровная. Не могу сказать, что преимущество у «Спартака» ровная игра. Большинство умеете пользоваться в регулярке. Пользовались. Сегодня не так уверенно выглядит. Передача там неточная. Шайба куда-то улетает. Почему? Да, это факт. Сегодня пока что не получается играть хорошо в большинстве. Но у нас еще есть очень много игр впереди. Очень много времени. Так что я уверен, что мы справим ситуацию. Мастеровитости. Ощущается разница в мастерстве игроков? Думаю, что нет. Там все зависит от времени. Если у игрока много времени, то ему получится отдать пас. Если нет времени, то не получится. Наталья Кларк и Адам Лишко, который отвечал на вопросы Наташи. Ну, там вот этот вот третий вопрос, когда Лишко начал так рассказывать. Он говорит, что впереди еще много матчей. Я думаю, что он хорошо говорит по-русски. Естественно, все мысли тут, что в третьем периоде можно спастись. Для «Северстали» две отыграть, мне кажется, вообще совершенно не проблема. К тому же, ну, «Спартак» тоже не тот коллектив, который суперуверенно умеет удерживать преимущество. Зато вот про удержание преимущества, это подходит, в принципе, к «Акбарсу» и «Автомобилисту». Но, во всяком случае, ярко выраженными атакующими командами их назвать нельзя. Мы с вами первый период уже просмотрели. Сейчас посмотрели второй. Но вот моменты из второго. Период начинал со счетом 2-0 в пользу «Автомобилиста». «Автомобилист» в первом переиграл «Акбарс», в втором, мне кажется, поменялось чуток все. Ну, здесь мы видим тройку Семенова атакует. Она сейчас самая горячая у «Акбарса». Здесь Кошелев бросает. И, по-моему, там шайба задела в итоге перекладину. У «Автомобилиста» тоже было еще одно большинство. Ну, вот эта тройка Семенова с Кошелевым, да, она действительно просто вот... Ну, лучше, наверное, не придумаешь сейчас и найти в «Акбарсе». Вот такой бросок. Даже Белялов не понял, где в итоге оказалась шайба. Там, наверное, партнеры все же подсказали, что шайба находится под галкипером казанской команды. Ну, там, может быть, он и почувствовал, да, вратарей ли бывает такое? Нет, иногда бывает вратарь ловит, вот ты чувствуешь, что она примерно там, но не уверен. Здесь должны вот партнеры четко подсказать, что где находится шайба. Иногда соперники подъезжают, начинают клюшкой стучать либо по льду, либо по штанге, чтобы отлить твое внимание. Возможно, шайба вывалится. К середине второго периода 22-9 было преимущество автомобилиста по броскам, но потом «Акбарс» заиграл ярче. И у «Акбарса» вот такие моменты. Ну, вот это вот просто. Ну, это не забивает. Тут, конечно, идеальная передача Журавлёва, но Сафонов, да, Сафонов не попал. Да, здесь, конечно, стопроцентный момент. Ну, не забиваешь ты, забивай тебе. Но в обратку пока не забили. Дальше Митчелл Миллер. А, ну, тут это Воинов разгонял атаку. Еще один момент тут около ворот автомобилиста. Евгений Аликин вот играет в воротах. Ну, мы так думали, опять же, кто будет. Ну, наверное, правильно сделать, чтобы поставили Аликина. Все-таки он и планировался первым номером, да, в составе автомобилиста. Он и играет. Но момент опять Семенов-Кошелев. Да, классный момент создает эта тройка. Ну, и видим, что Акбарцу пока не получается распечатать ворота Евгения Аликина. Ну, а зато автомобилист распечатал. И у Сергея Широкова пока победный гол. Вот в этом матче, да, впереди еще третий период. Но вот Сергей Широков пришел на интервью по итогам 40 минут этого матча. Сергей, во-первых, поздравляем с 800-м матчем сегодня. Ну, про твой гол, конечно, спрошу. Многие разделились во мнении. Это все-таки фарт или мастерство? Спасибо за поздравления. Ну, здесь, наверное, все вместе, потому что знал, что там будет немного места. Но здорово, что так попал, потому что действительно повторе посмотрел, что там было очень мало места. Здесь, наверное, все вместе сложилось. Хорошо, что реализовали большинство. Потом второе большинство получили. Тоже играли в зоне, и там игрок вышел. Но в итоге тоже получилось забить, наверное. А второй гол – это последствия большинства. Сейчас нужно успокоиться, немножко перевести дух. И, наверное, не давать сопернику контратак, потому что они здорово играют на контратак. Немножко где-то попроще сыграть на синих линиях. И гнуть свою линию. Ну и будете ли удерживать этот счет, или все-таки будете играть так же активно, как два периода? Нет, будем играть активно, потому что впереди все прекрасно понимают долгая серия. И здесь нужно гнуть свою линию, делать то, что от нас требует. Пока это приносит результат, надо продолжать. Максим Пестушко задавал вопросы Сергею Широкову. Ну и расписание сегодняшнего дня. Ну как расписание? Там один матч завершился, еще в трех осталось сыграть третий период. Соответственно, трактор поздравляем. Первая победа. Счет серии 1-0. ЦСКА выигрывает у Локомотива. Спартак выигрывает у Северсталя. Автомобилист выигрывает у Агварса. Ну и, Саш, Локомотив. Как-то стрякнуть команду. Посмотрим, забьет ли Локомотив или нет. Дальше, по идее, должна быть программа подробная. Но это плей-офф, так что, может быть, увидимся позднее. А пока смотрим третий период Локомотива и ЦСКА. А теперь нас ждет самое интересное, что может быть в хоккее. Это плей-офф. Поехали! 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 Чуть больше минуты отделяет нас от старта третьего периода. В первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между Локомотивом и ЦСКА гости забили два гола. В первом периоде добавили к этому еще два во втором. Вспомним как раз эти шайбы. Но прежде само собой посмотрим и на болельщиков. Если же говорить непосредственно про второй период, то его лучше начал Локомотив на фоне двух шансов при игре в большинстве. Но ЦСКА выстоял, а затем забил вот таким броском Никита Нестер. Да, но армиицы на самом деле действовали по схеме, по своей проигровой. То есть там, где нужно было отобороняться, они здорово выстояли, отоборонялись. И как только из момента, где давали их просто. Затем проходит буквально шесть минут, даже чуть меньше, и забивает Виталий Абрамов. Мощный, очень мощный бросок от Синий. И затем Абрамов оказывается первым на этом отстоке. То есть шайба дошла до Исаева. Он отразил ее перед собой. Ну и Абрамова никто в итоге не прикрыл. Как следствие 4-0 пользуется ЦСКА по истечении 40 сыгранных минут. Но в принципе, если брать общие данные статистические, то глобально ничего не поменялось. Там почти везде либо равенство, либо около того. Но по-прежнему в плане силовых приемов ЦСКА сильно впереди. 38 на 32. Сейчас для меня очень интересно посмотреть третий период. В том плане, что если для армейцев в целом все понятно по игре, что им нужно делать, как действовать. Мне очень интересно посмотреть на игроков Локомотива. Это для них такой первый тест характера, скажем так, в этом периоде. Ну и может быть даже отчасти забросить мостик уже на следующую игру. Показать сопернику, что ты вообще умеешь в плане игры в хоккей. Шалунов. Неточная передача здесь. Подбор за Никита Нестерова. Мы видим, что у Локомотива первая тройка никак не изменилась. Но в теории могут быть, я думаю, некоторые перестановки по тройкам. Скоро мы это поймем. Цепляется Локомотив Василий Микайумова. Скидка вперед на Максима Березкина. И теперь удается быстро выйти в зону, но без серьезного продолжения. Федотов очень уверенно забирает шайбу в ловушку. Первая пауза в этом периоде. И Березкин, или даже Светлаков скорее некоторые вопросы к Березкину имеет. Но вот так сегодня, кстати, вроде первая игра в плей-офф. Вот и Локомотив и ЦСКА. Такое даже в какой-то степени дерби, учитывая последние сезоны. Но никаких стычек, вообще никакой грязи. Очень спокойно в этом смысле все. В плане стычек, да, пока ничего этого нет. Поэтому мне интересно посмотреть, как будут действовать игроки в третьем периоде. Ну, действительно, если по игре может что-то у тебя не получаться. Но ты должен показать характер. Это 100%. Показать, что уступать здесь никто не собирается. Поэтому любопытно взглянуть на Локомотив сейчас. Локомотива для того, чтобы характер показать, есть чуть более 19 минут. Береглазов, спидка назад. И мы видим тройку Сергея Андронова с Данилом Бутом. По идее здесь должен быть Егор Аверин. Да, в этом плане тоже ничего не поменялось. Подбор за Бутом. Далеко вышел из ворот голокипер ЦСКА. Но все равно шайба осталась у Локомотива. Сергей Андронов укрывает корпусом. Передача и попытка броска. Но все-таки уронили там Аверина, при этом в рамках правил. Береглазов сильно добавить бы кому-нибудь, а пока не получается. Потому что все варианты перекрывают игроки ЦСКА. Вот вновь, как и в периоде под номером 2. Да и в первом, в принципе, тоже. Вот именно первая смена, первые две остаются по движению, по контролю за Локомотивом. Вопрос лишь в том, удастся ли в дальнейшем, или может быть даже сейчас, все это конвертировать в заброшенную шайбу. Ну, сейчас будет такой хоккей, что контроль, скорее всего, будет... Контроль шайбы, скорее всего, за игроками Локомотива. Потому что, ну... Это логично. Да, это логично. Это так всегда происходит. И насколько просто они воспользуются этим моментом. Нередко бывает даже так, что команда, которая уступает, ну, тем более, с крупным счетом в третьем периоде, скажем, впереди по броскам, там, с пятикратным перевесом, но на счете это вообще никак не отражается. Да, вообще никак не отражается. И зачастую вот эти заявления после матчей, если бы нам еще чуть времени, все бы поменялось, да. Но в хоккей нужно играть, начинать с первых минут. Георгий Иванов подбирает шайбу в нейтральной зоне. Смещается налево, бросает низом. Реагирует очень уверенно Федотов. Бросков хватает у Локомотива, но часто это броски низом, не сильные, пускай и точные. Поэтому серьезных угроз пока что нет. Елесин от бортика. Какой подбор за Ивановым пытается именно он добавить? Но Федотов здесь ставит игру на паузу. Вот, кстати, на мой взгляд, Елесин целенаправленно бросал в борт сейчас. Сейчас, ну, может быть, еще это не только связано с тем, что он сильный отскок от бортиков, но и с тем, что просто игрок ЦСКА перекрыл линию наброса, и чтобы не попасть в щитки и не получить выход в ноль, просто наброс был в ту сторону, да. Да, получилось все очень удачно для Локомотива. Иванов первый на отскоке, но Федот так в целом. По крайней мере, большую часть ворот перекрыл. Он был близко к нападающему Локомотива. Но пока по-прежнему не собирается пропускать. Напомню, что у Федотова 4 суток матча в этом сезоне из 44 в целом, которые он провел. В том числе и Локомотив успел засушить. И, кстати, у Локомотива все матчи ЦСКА в регулярке провел именно Даниил Исаев. Федотов провел 5 из 6. Только в последнем точном матче регулярки он не играл. Черепанов. Еще один целенаправленный бросок в сторону борта. Шайба отскочила направо, но закрыть борт не получается. Да, там действительно вот именно на этом стадионе очень такие сильные-сильные отскоки от борт. Вот он длинный пас успеет Лейк Росковский. Да, успевает еще и бросает. Чехович пытается добавить, и его блокирует Даррен Литц. Момент просто из ничего возник, и Локомотив впал, не мог. Хотя бы первую шайбу в этой серии забросить. Первую свою. Да, Федотов хотел отбросить шайбу чуть подальше. Получилось так, что прям точно на клюшку игроков Локомотива. Но успел спасти. Рафиков. Скидка на правый край. Здесь Черепанов. Еще один короткий пас. И пытается вбросить ярославцы. Вновь эта тройка Максима Шелунова. Которая по составу в сегодняшнем матче не меняется. Ну и в целом Локомотив одна из тех команд, где конкретно звенья и пара обороны в том числе вообще практически не меняются. За редким исключением. Например, с возвращением Егора Аверина. Новая тройка Локомотива появилась. Бросок низом реагирует Данил Исаев. Слепышев. Скидка на партнера. И здесь тяжеловато будет борьбу выиграть. Локомотив вполне ожидаемо шайбу выбрасывает. И пытается Шелунов пройти в чужую зону. Прошел, но контроль в итоге утратил. Рафиков. Под красную линию. Активно играют армейцы Москвы. Усилиями тройки Светлакова. Здесь мы видим и Плотникова, и Акулова. По крайней мере давление. У этого зонация СК было. Но Каюмов все равно рвется вперед. Еще и без клюшки остался. Однако здесь все в рамках правил. Но так пока поодиночке пытаются игроки Локомотива затащить шайбу в зону. Но при этом мы видим, что рядом постоянно либо два, либо три игрока армейцев. Еще одна мрустковая попытка. Отскок за Локомотивом остается. Данил Бут вылезает. Бросал в дальний угол. И, по-моему, это бросок в створ. Федотов вновь смог среагировать. Симашев успел здесь вернуться на позицию. Но, в принципе, никто из СК пока особо вперед не бежит. Нет, похоже, положения вне игры. Но, я так понимаю, трибуны недовольны не этим моментом, а мастокновения, которое осталось за кадр. А тут будто есть вопросы к Светлаковой. Есть они и у Андронова. Но, кстати, вот то, чего, наверное, стоило ожидать, или поздно, что какие-то спички сегодня еще этого не было. Ничего себе. Там, похоже, Брютов за гаражи зовет Симашева, но пока особо тут не откликается. Ну да, вот эти эмоции. Сейчас мы видим вот этот настоящий плей-офф, но он так и не перешло черту. И удаление только получает игрок ССК Андрей Светлаков. Потолкнул его Бут, и Светлаков, ну, конечно, да. Неприятное попадание по Буту, но стоит учитывать, что Светлаков – это тот человек, который в плей-офф умеет залезать под коз. Прекрасно знает, как это делать. У него опыт колоссальный. Ну, никто не хочет уступать, да. И вот эта отмашка Светлакова говорит о том, что игра будет. Ну, так, понимаешь, никто не хочет проигрывать. И никому не нравится, когда просят себя там какие-то силовые проводят. И для того следуют такие отмашки. Я бы, не знаю, я бы уже дрался. Да, это вполне ожидаемо. Посмотрим на большинство локомотивов. В начале второго периода было два шанса, и там очень продуктивно именно эта пятерка играла с Ивановым, Никулиным, Бутом, Алексеевым и Рафиковым. У ЦСКА четверка Павла Корнаухова. Рушан Рафиков. Перевод направо. Активно играет Мабрамов. Тут же выкатывается на игрока с шайбой. Вновь Рафиков. Через Степана Никулина. Рафиков от синий поливает не точно. Хотя у локомотива в периоде второго имена в начале в большинстве были даже попадания в каркас ворот. Сейчас хороший бросок был от защитника. При этом здорово закрывал игрок локомотива Федотова. Тут практически с той же точки, откуда забивал Нисеров. Но при этом там здорово располагается игрок, обороняющийся ЦСКА, нападающий. И как бы садился на дно колено, и перекрывал прямую линию для броска. Вновь бросывает шайба армейцы. При этом мы видим, что Каменев пошел вперед. Крюшечкой подбил немного защитника локомотива. Необходимо теперь вернуться назад, в то время как локомотив катит в чужую зону. Без положения вне игры. Шолунов вперед на Березкина. Мартин Гернат. Еще 40 секунд примерно ярославцам играть в большинстве. Сергеев. Вновь на вершину. Выкатывается постепенно Мамин, но пока шайбу он не задел. Снова Шолунов. Под воротами играет Березкин. В районе усов мы видим Каюмного. Бросок был в исполнении Сергеева, по-моему, именно в Березкино. Шайба там даже, скорее всего, не долетела до октября ЦСКА. Андрей Сергеев. Диагональ прошла, как ни странно. Отсюда бросает нападающий. Это именно Шолунов. Вновь подбор за защитниками. Еще раз Шолунов. Очень сильный верхом. По-моему, на сей раз в створ. Там агрессивно играет Артур Каюмов. Но вот теперь, кстати, шайба не сразу доползла до Шолунова. Еще один эпизод. Вылезает Каюмов. ЦСКА играет в полном составе. Одновременно с этим сейф Ивана Федотова и коммерческая пауза. Так постепенно Локомотив сегодня все-таки пытается, по крайней мере, подравняться с ЦСКА по броскам с близкой дистанции. Но все равно у ЦСКА их больше. Не в том числе два. Голос пятака ЦСКА сегодня уже оформил. Но это шансы, которые были у Ярославцев при игре в большинстве. Буд здорово вылезал там. Вернее, это еще 5 на 5 как раз было. А уже после, да, моменты в большинстве. Фан Скоростковского. Тоже неожиданный. И плюс там партнер так тоже катил близко. Ну да, Федотов хотел верхом, чтобы шайба пошла. Обычно так подставляет вратарь, чтобы она подскочила. И сложно было подобрать. Получилось прям ровно в плюшку. Вот по ощущениям отчасти повезло здесь про ТРЦСКА. В том плане, что прям в конек попал Красковский. Но я думаю, он и сам просто не ожидал, что так удачно шайба отскочит прямо на крюк. Вот это доля секунды и среагировать. Ну, на бросок успел, но не думаю, что выцеливал, куда бросать. 13,5 минут на спасение остается у команды Игоря Никитина. Все еще 0-4. Черепанов. Пас на правого защитника. Береглазов длиннейшую передачу выполнил. Но это вне игры. Очень много сегодня офсайдов у Локомотива. Вот теперь и Иван Чихович оказался довольно далеко за синий линией зоны атаки. Ну, это чате связано с тем, что игроки ЦСКА играют в средней зоне очень плотно с игроками Локомотива. И легко не дают пройти этот синий линия. Вбрасывание вновь за Локомотивом остается. Сегодня по матчу в этом отношении лучше именно Ярославцы. 23 на 16. Если говорить про отдельных игроков, то выделяются явно Иванов и Шалунов. А вот Андронов и Красковский пока все-таки проседают. По крайней мере, сегодня. Давайте сразу отметим, что следующая игра этого противостояния пройдет, соответственно, послезавтра. 2 марта также здесь, в Ярославле. Начнется она в 18.00 по Москве. Смотрите прямую трансляцию, в том числе и на канале КХЛ. Ну и 4 и 6 марта команды сыграют уже в Москве. А дальше все зависит от того, как серия будет складываться. Ну думаю, мало кто рассчитывает, что серия завершится в четырех матчах. Ну я почти на 100% уверен, что такого не будет. Команды очень хорошего уровня и просто отдавать серию, сливать мы не будем. Упорных матчей между ними в регулярке вообще в последние годы и правда хватало. Денис Алексеев начинает атаку локомотива через левый борт. Вошел в зону без проблем. Причем вроде бы перед ним Диц. И такую помеху смог создать, но все равно Алексеев прошел дальше. Шайба сохранила, вбросил ее уже на партнеров по звену. Иванов Алексеев. Еще один прострел и очень грамотный он момент нашел. По-моему, в тот момент, когда чуть-чуть отъехал от штанги Иван Федотов. То есть там маленький зазор все-таки был. Да, Федотов начал искать линию для броска, смотреть, где шайба. И в этот самый момент смотрит. Да, хороший момент. Плюс еще наверняка Алексей просчитывал на помощь Георгия Иванова в плане добивания. А он умеет это делать, такие голые грязные забивания. Однако пока Локомотив все еще с баранкой в графе голы в этой встрече. Перевод на сенью. Рафиков обработал, бросил еще раз не в створ. Вот именно бросков Рафикова с этой точки хватает сегодня. Но до ворот шайба крайне редко долетает. По матчу пока у Ярославцев лидирует другой защитник. Кстати, это Береглазов. Сергеев. Глубинозы на атаке передачи. Подключение Рафикова. Еще один момент. И вновь забить не получается. От синий практически Шелунов. Бросает очень сильно. Пытается открыться уже и на пятаке. Каюмов. Передача не прошла на Шелунова. Причем там было подключение еще и Сергеева. От синей линии. Однако шайба не долетела. Отмечаем прекрасную работу Максима Мамина. Вот такие, конечно, игроки не просто мастеровитые, но еще и крупные, как Мамин. Они очень, на мой взгляд, ценными являются именно в плей-офф. Ну, очень много, да, создают проблем для обороняющихся защитников с выходом из зоны. Когда на тебя бежит такой игрок, ты волей-неволей начинаешь нервничать в любом случае. Ну, и в том числе не зря как раз. Год назад в этой серии Мамин был одним из лучших. По уголам и в целом кулачкам и по давлению, которое он создавал стабильным. Да, Максим Мамин такой игрок, что может и обыграть, и бросить, и отдать. И при этом такую силовую борьбу навязать тоже можно. Кросковский на точке у Локомотива против Владислава Каменева. ЦСКА, к слову, по матчу сегодня Каменев не лучший, но он и на вбрасывание крайне редко вставал. Всего пять раз это была шестая точка. А вот Корновухов пока лучший. 6 из 11, 55%. Отбрасываются армейцы Москвы, но очень аккуратно. Это и позволяет и борьбу навязать, потому что самого Акулова. Плюс ко всему, партнеры постепенно меняются. Черепанов. Перевод на ближнего. И здесь вроде бы Тесанов пытается помочь, но все равно с большим трудом. Локомотив выбирает из-под такого давления. Даже сейчас при 4-0 все равно в некоторых отрезках ЦСКА демонстрирует очень хорошее движение и борьбу. Пасок защитника не хватает точности этому набросу. Сергей Андронов. Перевод в сторону Синевини. Там играет Елесин. Вновь на партнера. Еще один наброс. Теперь уже Нейстеров оказывается на линии Ибраска. ЦСКА сегодня уже 18 блоков. Это, конечно, далеко до рекорда Амура. В этом сезоне больше 40 было блоков команды Батумьянова в одном из матчей в Челябинске. Но все равно. Такая средняя отметка примерно в районе 15. ЦСКА уже больше за неполный матч. Елесин первый на подборе. Пытается отобрать Чайбу. Особенно сейчас побросается в глаза до конца третьего отрезка всего-навсего 10 минут, которые, возможно, отделяются из СКА от первой победы в этой серии. Георгий Иванов выбрасывает тут же по телу и попал еще и упал в столкновении с Дитцем. Но конкретно в этой ситуации все чисто. Так, а вот здесь уже вряд ли чисто. И, по-моему, там кто-то пошел мстить. Вот, наконец-то, и до драки дело, похоже, дойдет. Там Дитц и Иванов. Классен и Никулин. Хотя вот так Классен, ну, видно, швед драться все-таки не шведское это дело. Решил пообниматься спокойно. Показывает, что не надо эмоции проявлять. С другой стороны, хотя бы какие-то эмоции пошли уже в игре Локомотива. Пускай даже так, все равно это важно. Команда Локомотив номер 13, две минуты грубой. Так, и все, грубость получает только Степан Никулин. Ну, пытался, я так понимаю, просто за партнера заступиться. За это получил две. Не, ну, это правильные действия Степана. Ну, какие-то нужно вытаскивать эмоции. Понимаешь, когда такой матч 4-0, ты, ну... Даже на следующей игре просто. Это в целом задавать... Такой некий посыл для игроков ЦСКА, что мы не будем просто так задавать. Да, сейчас 4-0, но мы уже думаем о других матчах, о следующих. Ну, вообще, в целом, об этой серии. И просто нужно задавать. Вот три там. Итак, ЦСКА играет в большинстве. Но пока, правда, контроль в основном в зоне обороны. И еще и Андронов спирается за шайбу. Напомню, что только одно большинство сегодня было у ЦСКА. То самое в первом периоде, которое очень быстро реализовал Антон Слепышев. Как раз он с партнерами сейчас на льду. Локомотива 4-ка Георгия Иванова. Соркин. Расстрел по бортику. Шайба, возможно, вылетит из зоны. Да, так и есть. Здесь, в принципе, для ЦСКА ситуация особо не меняется. Даже если гости не забьют. Минус 2 минуты у Локомотива на спасение. Останется играть примерно 7 с копейками. Абсолютно верно. Тут игрокам ЦСКА сейчас не нужно не форсировать. Просто уверенно отыграть. Без всяких грубых ошибок. Если забьют здорово, не забьют. Страшно вообще в этом ничего не будет. Акулов. Протащил шайбу в зону. Скинул налево. Сам же отправляется в борьбу. Локомотив пытается ее вынести. И как раз в этом меньшинстве у Локомотива все получается. Очень быстро борьбу навязывают ярославцы. И при этом проводит смену. Дарен Дитс. Играет назад на партнера по этой пятерке большинства. Максим Мамин оставляет на ближнего Абрамов. Ищут варианты, скидывает на Каменема. Каменев на синюю. Там вновь действует Дарен Дитс. Перевод на партнера. Дитс пока не бросает. Все линии перекрыты. Мамин выкатывается под него Андронов. Мамин делает перевод на синюю. Дитс бросает и доводит шайбу до вратаря. Причем там еще, по-моему, без клюшки остался Данила Исаев. Да. Она оказалась в трапеции за воротами. Дарен Дитс. Дитс попал в черенок. Хотел отметить, что здесь повезло немножко батарею локомотива. По-прежнему уверенный контроль демонстрирует ЦСКА. Каменев. Постоянная смена мест. Мы видим, Каменев уже оказывается на лицевой линии. Бросок низом. И тяжело Исаеву без клюшки было реагировать. Одно щитком смог шайбу остановить. Да, вот сейчас прям тут. Дорогие морейщики. Больдер хоккейного клуба локомотив компании Синтек вручает приз к лучшему морейщику. Масло Синтек премиум. Система, где замедлены в любом из центров торговой сети Корпула. Прикорим красно на следующий матч. Смотрим, кто достал счастливым обладателем этого подарка. Да, я хотел сказать, что сейчас получился тот самый момент, когда вратарь потерял клюшку. И этот повтор показывает силовой борьбы перед удалением. А здесь вот, да, в большинстве сейчас у армейцев получился такой момент. Исаев потерял клюшку. И шайба отскочила ровно туда, где, по идее, в обычной ситуации, вратарь должен играть клюшкой. И доставил много неудобств. Накрыть Саеву. Кстати, показали нам Иванову. Ведь сегодня уже ему, по-моему, заклеивали в первом периоде лицо отчасти. И вот, по-моему, сейчас пластырь по-другому на клиенту. То ли там второй, то ли пришлось уже даже поменять после столкновения с Полтатовым. Ну, может быть, там немножко расходится. В том числе, да. Очередное вбрасывание за Локомотивом. Но в этом отношении сегодня и правда. Железнодорожник действует лучше на протяжении, по сути, всего матча. Конкретно в третьем периоде 9-3 по игре на точке. Береглазов отказывается в глубине зоны атаки. На его позиции играет пока Никулин. Необходимо выкатываться обратно. Но здесь благ для Локомотива. Подбор был за Ярославцем. Иванова продавил таки плотников. Вновь Иванов. Отдавать некому. Все сзади оказались. Все четверо за спиной Георгия Иванова. Поэтому вообще некуда было шайбу отдавать. Пришлось раскатываться через Симошева. То есть время некоторое Локомотив вновь потратил. До конца третьего периода около 7 минут. По-прежнему у Локомотива больше бросков в створк. Походу в этом сезоне разные матчи были между Локомотивом и ЦСКА. Где-то армейцы перебрасывали. Где-то наоборот. Где-то было очень много бросков. Там чуть ли не 70 на две команды. Где-то наоборот слишком мало. Так что серия, я думаю, в дальнейшем в любом случае не предсказуем. Нет, 100% делать выводы по первому матчу нет смысла. Просто одна команда осложнится. Весь ситуация очень другая. Вот все. Но броски тоже. Тоже бросок к броску розин. Можно там по периметру бросать, набрасывать просто ради статистики. Можно действительно опасно бросать. Но у Локомотива сегодня действительно очень много бросков. Примерно с синей линии. Вот еще один чуть ближе был здесь в районе левого круга Каемов. Бросил и попал в створк. Конкретно в активе Артура это четвертый бросок. Он догоняет Данио Тисанова. Они сегодня лидируют в составе Локомотива. У ЦСКА лидер тот же Андрей Светлаков. Шесть бросков створ. Но пока он не забил. Но Светлаков тот человек, который забивает в плей-офф не часто, но, как правило, это очень важный гол. Ну, только это тоже так бывает ситуация. Не то, что ситуация, а, так сказать, дар, скажем так, да, талант. Ты где-то можешь забить именно тот самый важный гол. Ну, это в том числе и показатель того, что человек с характером, если он забивает в очень важных матчах, в тяжелых матчах. Было это, кстати, и в серии Локомотива против Локомотива год назад. Даниил Бут вернулся, быстро шайбу подобрал, скинул ее на Сергея Андронова и пошла вновь атака железнодорожников, но пас в никуда. Я так понимаю, третьего ждали, а как раз Тисанов оказался очень далеко, чуть ли не в своей зоне. Поэтому вдвоем там, конечно, атаку организовать было проблематично, мягко говоря. Андронов через Елесина не форсирует с собой телезащитник Локомотива. При этом меняется Иван Чихович. У Локомотива в третьем периоде практически не играет Александр Полунин. И вот вопрос лишь, с чем это связано. Возможно, не нравится игра тренера в том числе. У него две смены на 56 секунд всего-навсего. Подбор за Егором Авериным. Мы видим Авериным с Тисановым и Красковским пока такое трио. Слепоша блокирует бросок, Рафиков, передача. Тоже неудобный для приема, но все равно успел подстроиться Авериным и бросил довольно опасно. Да, Федотов не видел в момент броска, и шайба выскочила из-за спины. Если кто-то был к ближнему добиванию, могли бы забить. Тисанов смещают его в угол защитники ЦСКА, помогая Трафиков, там же Красковский. Но все равно москвичи очень быстро смогли выйти из-под давления. Более того, еще и Мамин покатил. И, кстати, добрался до Исаева, но шайба слетела с крюка. Как раз вот то, о чем мы говорили. Продавить запас этот парень способен. Я сейчас понял такую вещь, что я почти не видел, чтобы игроки локомотивы вот так лезли на ворота прямо жестко. То есть мы видим броски по периметру, кик передачи. Но бывают такие игры, когда просто не работают, как мы сейчас это видим. И в том числе это следствие того, что ЦСКА грамотно обороняется, тесняет игроков просто к бортику. И даже не позволяет найти момент, чтобы так вылезти. Иванов. Пас направо на Никулина. Далековато был Степанова ситуация от шайбы. Около 5 минут, по всей видимости, до конца этой встречи. Даже постепенно некоторые болельщики уже трибуну покидают. По официальным данным, сегодня 7 221 человек на трибунах. Но на самом деле это близко к аншлагу, потому что непосредственно вместимость трибун 8 тысяч в Ярославле. 9 тысяч – это общая вместимость. И 7 200 – это очень близко к аншлагу на самом деле. В Ярославле никогда не было проблем с тем, чтобы заполнить стадион. Зарители постоянно даже на рядовые матчи ходят по блоку, тем более. Играет назад Денис Алексеев. Сам при этом поехал на смену. Черепанов. Акулов особо не поддавливает. Просто скорее обозначает какой-то прессинг. Но даже так, на самом деле, локомотив Шайбе потерял. Искал уже два десятка блоков в этой встрече. Но ты, правда, достаточно много. В том числе, это помогает. Иван Федотова сегодня до сих пор не пропускает. Конечно, это очень важно. И показывать, я еще раз говорю, что показывать именно на цель, настрой и команды на победу. Думаю, что и для самого Ивана Федотова тоже очень важно было бы сыграть на ноль в первом матче Плэо. Этот сезон очень нестабильный у него был. Мы это прекрасно знаем. Но в том числе все знают, как он умеет играть в матче Плэо. Нет, конечно, сто процентов для уверенности такие вещи очень важны. Андронов с Бутом и Чеховичем. Вот такая тройка у локомотива. То есть Чехович здесь поменял Егора Аверина. Так что и правда некоторые изменения вполне ожидаемы. Есть у локомотива по тройкам. Но не исключено, что будут изменения по составу и в следующем матче, скажем, в возвращении Лихачок. Команда ЦСКА номер 73. Две минуты с одержкой соперника. Четвертое удаление у ЦСКА сегодня. Слегка одной рукой Чеховича придержал. Ну, чуть-чуть, да, придерживал. Такое, знаешь, что бывает, когда ты вроде идешь в борьбе с нападающим, и он твою руку сам прихватывает и придерживает немножко. И с этого ракурса судей не может быть, ну, не совсем видно того, что происходит. Две минуты. ЦСКА шайбу сначала не вынес, но затем довольно уверенно это делает с контролем Павел Корнауков. Вместе с ним обороняется Андрей Светлаков. Поэтому здесь, в принципе, кто угодно может играть на точке, в том числе оба центральные. У локомотива пятерка Шелунова, который недоволен тем, что шайбу ему сначала не дали. Кстати, именно у Шелунова не было голов в серии ЦСКА в прошлом сезоне. Бросков много, штанги отключал, но так и не забил. Березком передача. Вот он шанс локомотива. Мог забивать Артур Каюмов. Буквально расстреливал вратаря ЦСКА с близкой дистанции. Но Федотов сыграл здорово. Весь неисперекрыл. Вот Гернат в глубинозе на атаке. Пытался так с неудобной уже сделать передачу на Березкина Сергеев. Но даже видно по некоторым даже отдельным эпизодам, что эмоций локомотива просто не хватает. Если раньше там могли бы побежать, побороться, сейчас уже все. До конца моменты некоторые не доиграли. И это объяснимо. Ну, не соглашусь немножко в том плане, что вплывов такого не может быть, что у тебя нет эмоций, знаешь. Может игра не получаться, ты проигрываешь, но ты как ни крути какой-то посыл на следующий матч и вообще на серию должен давать. А полностью выключаться и думать, что проиграли, но так это не работает и не пойдет. Трафиков еще раз бросает. Добивание нет. Тяжело было. Шайба обработает Ерексееву. И вот здесь уже бросает Никулин. До сих пор никак пробить вратаря ЦСКА не получается. Оставляет Иванов. И еще раз Рафиков. Сколько у него бросков сегодня? Мне кажется, уже 10, наверное, в сложности. Но до створа шайба долетает крайне редко. Играть меньше двух минут. И вот-вот появится у ЦСКА на площадке Ярослав Деблен. Подумаю, что он, вероятно, сразу поедет на смену. Идет два защитника уже есть на льду. Третье ни в чему. Ну, все зависит от того, где будет шайба. Если вот сейчас в данной ситуации есть возможность поменяться. А если бы игра находилась, например, в зоне обороны ЦСКА, то он бы в Дебленку вошел бы в игру и выступал как нападающим. Это верно. Коросковский тачит шайбу в зону атаки. Пытается помочь ему и Данио Тесанов. Тесанов с Коросковским и Авериным. То есть, правда, разный вариант по тройкам у Локомотива. Кроме, наверное, первого сочетания особо ничего не менялось. И может быть, звена Георгия Иванова. Но думаю, что появление того же Ярослава Лихачева, который сегодня не играет в следующем матче этой серии, вполне вероятно. Ну, с тех, кто мог бы появиться, необходимо отметить Никиту Кирьянова, игрока довольно габаритного, очень быстрого, с хорошим катанием. Поэтому он в такой серии вполне может еще пригодиться. Последняя минута уже, очевидно, этой игры, которая останется за ЦСКА. Локомотив пока владеет шайбой только в зоне обороны. Березкин на ближнего. Даже особо никто и не спешит с выходом из зоны. Но в том числе и на фоне давления ЦСКА. Тут слепо шелуны видим и Соркина, которые оказались за синей линией зоны атаки. Тащит шелунов и чуть ли не в судью попал, но все обошлось. Он даже посмотрел так Константина Ленина на Шелунова, мол, что ж ты делаешь? Ну, все нормально. Ранов Шелунов подбивает там у него клюшку Максим Соркин. И на фоне этого, в том числе, ЦСКА выводит шайбу из своей зоны. Тут уже и болельщиков ЦСКА довольно активно слышно. И это вполне объяснимо. Последние секунды мощный силовой, но это уже не меняет ровным счетом ничего. Три-две-одна. Звучит сирена, которая фиксирует победу ЦСКА в первом матче этого плей-офф Кубка Гагарина. Абсолютно все броски отразил сегодня голкибер ЦСКА Иван Федотов. Коих было почти 40. Великолепная игра в его исполнении. Пятый сухарь в этом сезоне. Ну и ЦСКА побеждает, наверное, вполне по делу, учитывая то, что мы сегодня увидели. Очень закономерная, да, победа ЦСКА. Очень здорово сыграли по ситуации, забили то, что нужно. Хотел бы отметить вот этот момент в конце, когда Тесанов пошел в силовой, жесткий такой, достаточно силовой. Я бы хотел это видеть с самого начала третьего периода, когда ты понимаешь, что все уже счет 4-0. Тебе нужно любыми способами переворачивать всю ситуацию. А здесь вот единственный такой момент, который случился за 10 секунд до конца матча. Это было немножко неправильно в стороне локомотива, скажем так. Это к месту, но поздновато. Не то, что поздновато, а очень сильно поздновато. Возможно, и так. Там уже, я так понимаю, Сергей Федоров готовится пообщаться. Давайте как раз Ярославу слово и передадим. Сергей Федоров, главный тренер ЦСКА после первого матча с локомотивом. Сергей Викторович, вас, конечно же, с победой. Ваш комментарий по итогам матча. Да, спасибо. Рад за наш коллектив. Рад за наших болельщиков, порадовали их. Хорошая игра, хорошие скорости. Сыграли правильно. Мы увидели от ЦСКА сегодня достаточно агрессивный хоккей. Много борьбы, много силовых приемов. Даже практически драки, стычки. Это неотъемлемая часть плей-офф или соперник вынудил? Да, я думаю, это плей-офф. И, конечно, соперник тоже играл очень жестко в пределах правил. Хорошая игра в этом плане. Ну, соответственно, локомотив более эмоционально заряженный. Выйдет на матч, который произойдет послезавтра. Как к этому готовиться? Мы будем готовиться к штатному режиме, понимая это. Спасибо еще раз победой Сергей Федоров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!